друзья всем привет сегодня собираюсь менять масло и хотелось бы поговорить о замене собственно не о том как именно менять о том что я лью в экскаватор с погрузчик свой и собственно почему такой выбор ни для кого не секрет что принципе я уже давненько использую только shell лью его во всю свою технику в трансмиссию использовать теперь только лукойл мотора везде ли ушел только что все отличается в зависимости от того какая там техника такую линейку масел стараюсь и подбирать вот в экскаватор погрузчик я перестал лить полу синтетику и принципе больше его сюда лить не буду теперь именно вот хочу синтетическое лить shell helix 8 5 на 40 почему собственно синтетика я раньше когда купил экскаватор погрузчик собственно уже сюда лил синтетику вот но потом в жару мне тут нарекомендовали но решил довериться более опытным специалистам скажем так вот и решил на полу синтетики покататься вот я уже принципе собственно показывал 10 на 40 я лил сюда тоже шел ничего плохого сказать не могу вот единственное что он отличается это расход топлива я так посчитал за сезон но не намного но больше потому что я по моточасам всегда прикидываю вот и в среднем все равно видно что на полу синтетики моторах больше расходует топлива чем собственно синтетика вот поэтому теперь обратно перехожу на shell helix вот восьмерку взял беру официального дилера обычно беру ведрах но в этот раз ведрах мне не получилось купить взял коробках сразу отберу коробками набираю по четыре штуки от 4 литра сразу на напрямую у дилера вот фильтра на фильтра я перешел такие это принципе англия если брать тоже напрямую как был проверенного поставщика не знаю нареканий нету вот его как бы собственно номер мотор у меня перкинс собственно сам фильтр упакована весьма нормально герметично все фильтра которые я собственно использую я их потом когда они становятся бушными я их распиливаю почему перешел на вот эти фильтра во первых они недорогие подделок я в принципе их не встречал но по крайней мере потому что я правда беру у тех поставщиков которым я уже доверяю вот и собственно когда их стал пилить эти фильтра мне понравилось то что он качество ну довольно таки на высоте очень плотная бумага у них вот тут видно их не артикула и принципе нареканий на эти фильтра нету эти фильтра не секрет что я теперь стал использовать и даже на toyota land cruiser prada соответственно этим фильтром я лично доверяю покупать не покупать это дело каждого кто-то скажет лучше оригинальные но не знаю насчет того что покупать оригинальные масла на gcb ну я не знаю сейчас это либо китай либо индия этим фильтром я тем более не доверяю вот и что все что идет под этим логотипом я лично больше не использую вот на синтетике тем более вообще чем не нравится что хотя бы любая техника что старая не старая двигатель меньше потеет легче заводится экономия по топливу если посчитать не там за одну-две смены да так за сезон принципе экономия получается весьма существенная вот и в принципе есть смысл заливать именно синтетику и мотор дольше проходит легче запускается в жару по идее сколько вот я замечал двигатель ну получается намного лучше охлаждение имеет чем на полу синтетики либо на минералке поэтому вот как бы мой собственно выбор на синтетику пал шел мне нравится что можно и проверить без проблем вот как бы вот собственно что хотелось и сказать так что покупать или не покупать синтетику ну это конечно выбор каждого вот но многие стали задавать вопросы что именно ли я на данный момент илью вот решил вам сделать видео заснять так что всего хорошего кормите своих коней всем хорошим потому что они нам приносят деньги ну и радует